Здравствуйте, друзья мои! Приветствую вас на канале Дальневосточника. Сегодня мы обсудим одну из очень важных тем, которая уже давно обсуждается в соцсетях. Давно ходят о ней слухи, различные чиновники, депутаты об этом говорят. Это соцсети по паспорту. Перед началом просмотра и прослушивания я прошу вас поддержать мой канал, подписаться, поставить лайк, написать ваше мнение в ходе просмотра, что вы об этом думаете. Может вы это поддерживаете, а может быть не поддерживаете. Я просто расскажу вам факты и не буду заниматься пропагандой и давать какие-то личные оценочные суждения. Также, если вы с Дальнего Востока или Иркутской области, то у меня есть для вас каналы с новостями ваших регионов. Пожалуйста, подпишитесь на них, ссылочки будут в описании. Как обычно, все началось ради защиты детей. Ассоциация предпринимателей предложила ввести обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних на ресурсы, которые якобы могут содержать опасный контент. А владельцам уже существующих аккаунтов также придется подтвердить свой возраст. В России могут запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям. Письмо с предложением запретить доступ детям до 14 лет в соцсети написал глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма по имени Рахман Янсуков. Могу неправильно имя прочесть. Он направил это письмо в адрес премьер-министра Мишустина, спикера Совета Федерации Матвиенко и председателя Госдумы Володина. Цель, кажется, благая, чтобы дети до 14 лет не сидели в соцсетях. В принципе, здесь я с ним даже в чем-то согласен. Однако, под благими намерениями есть кое-что еще. Проверять возраст пользователей предполагается через обязательную загрузку копии паспорта при регистрации. А тем, у кого уже есть старый аккаунт, также нужно будет предоставить фото документа, которое подтверждает возраст. И, судя по всему, не просто скан паспорта, так еще и фото с этим паспортом на фоне своего лица, как это делается обычно при оформлении каких-то кредитов или подтверждении, например, в кардшеринге и банках. Но, с другой стороны, предложения запрашивать данные паспорта пользователей звучали аж с 2012 года. Например, в 2012 году с такой инициативой выступал Комитет Госдумы по СМИ, а в 2021 году Роскомнадзор. Теперь давайте поговорим о том, что уже есть. Что касается ВКонтакте, они сейчас вводят новую систему, при которой, чтобы войти в свой аккаунт, недостаточно знать телефон и пароль. Теперь они придумали новую тему под названием «беспарольный вход». Это когда ты вводишь свой телефон, и тебе приходит на твой телефон смс-ка. А как мы знаем, что симку можно купить только по паспорту, и поэтому, если у вас есть ваш аккаунт, привязанный к вашей симке, то вы можете входить в него, только имея эту симку на руках при себе. Старый вариант, когда зарягивал какой-то аккаунт на какую-то симку, запомнил пароль и просто входишь по нему, а симка уже давно не твоя, ее заблокировали, уже не работает. Таким образом, де-факто, 95% сейчас, все, кто сидят в соцсетях ВКонтакте, они уже по факту не анонимны через сим-карту. Мой прогноз таков, что этот закон ведут, потому что сейчас все к этому идет. Например, сейчас ввели какую-то регистрацию для тех, у кого больше 10 тысяч подписчиков, чтобы им рекламу продавать. Единственное, что непонятно, что делать тем, у кого нет 10 тысяч подписчиков. Они должны расти до 10 тысяч, входить в реестр, и потом только продавать рекламу, или они могут продавать рекламу без всякого реестра, пока не достигнут 10 тысяч. А если они будут все время там 9, 999 подписчиков, то можно будет продавать рекламу без ничего. Вот это пока мне непонятно. Однако все к этому идет. Мне кажется, что просто соцсети разделятся все. Я думаю, что ВКонтакте, Яндекс.Дзен, возможно, Рутуб, может быть, ВК-видео как часть ВКонтакте. Разумеется, будут это все исполнять. Куда они денутся? Такие соцсети, как запрещенный Инстаграм, Фейсбук, им просто на это плевать. Они даже не будут делать там никакую отдельную страницу для загрузки паспорта. Это же нужно писать код. То есть должна быть отдельная вкладка «Загрузить свои данные». Должен быть инструмент блокирования. Нужно еще определять. А вот если кто-нибудь зарегистрируется, например, из России, но напишет там, что он, ну, допустим, серп, он же не должен будет в запрещенной организации Инстаграм выкладывать свой паспорт, потому что он серп, правильно? Тогда все будут так делать. То есть таким образом этот закон может быть принят, но будет использован только для российских соцсетей. То же самое касается и Телеграма, то же самое касается и Ютуба, который сейчас замедляют, но он не признан пока запрещенной организацией. Программисты иностранных международных соцсетей не будут ради одной страны собирать какие-то данные, где-то их хранить и так далее. А что будут делать в России с этим, непонятно. Могут ли они забанить все, кроме ВКонтакте, Рутуба? Наверное, забанили бы, но пока не делают. А что вы думаете по этому поводу? Если ведут такой закон, будете ли вы загружать свои копии паспортов туда, где это нужно, чтобы вас не забанили? Или пусть банят, а вы будете сидеть на других платформах, которые этого не требуют? Что вы думаете? Пишите. Всем большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok